На телеканале Юганск новости здравствуйте в студии на Новикова и коротко о главных темах этого дня. Герои нашего времени. Восьмой школе открыли экспозицию, посвященную Максиму Захарчуку, погибшему на Донбассе. Аварий стало больше. На Комиссии по безопасности дорожного движения проанализировали причины такой ситуации. Их профессия – спасать людей. Пожарные, медики и множество специалистов других служб отмечают 90-летний юбилей гражданской обороны. Любил историю и сам стал историей. Восьмой общеобразовательной сегодня открыли экспозицию, посвященную памяти Максима Захарчука, ученика этой школы, участвовавшего в спецоперации и погибшего в мае этого года. События приурочили ко дню рождения нашего земляка. Сегодня, накануне дня рождения погибшего на Донбассе Максима Захарчука, в средней школе номер восемь состоялось открытие, посвященное ему экспозиции под названием «Герой нашего времени». Героями не рождаются, героями становятся. А героями нашего времени становиться не очень легко. И как-то так всё сложилось, что именно Максима мы сейчас считаем героем нашего времени. Экспозиция представляет собой стену с фотографиями Максима от ранних лет и практически до последних дней жизни. Позднее её дополнит стенд с рассказом о судьбе погибшего нефтьюганца, его достижениях и жизненной позиции. На открытии собрались мама и младший брат Максима, учителя и администрация школы, а также волонтёры Победы. Я горжусь своим братом, потому что он подаёт пример старшим и младшим поколениям, также подаёт мне, подал очень мне большой пример. Он меня учил заниматься, помогать волонтёрам, он меня хотел, чтобы я стал волонтёром, и я стану. Неравнодушие, отзывчивость, доброта и активность Максима – это действительно большой пример для всех. Администрации и актив школы верят, что расположенная в вестибюле экспозиция не останется без внимания школьников. После того, как прошло торжественное открытие мемориальной доски, мы подумали, что вестибюль первого этажа рядом с доской как-то пустует. Доска – это, конечно, хорошо, она увековечивает память о Максиме, но мы хотели дополнить эту зону его фотографиями, чтобы эта зона была олицетворением его всего жизненного пути, его биографии. В планах администрации учреждения разместить несколько экспонатов, имеющих отношение к местному герою в школьном музее, в том числе рюкзак со снаряжением, с которым Захарчук путешествовал по стране и никогда не расставался. Сегодня же собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания и ритуалом возложения цветов. Жизнь Максима была короткой, но, безусловно, яркой. Он многое успел сделать, многим помочь, имел активную гражданскую позицию и не побоялся встать на защиту Родины даже ценой собственной жизни. Завтра герою нашего времени исполнилось бы 22 года. Мария Пиэль, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Более 700 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в «Нефтьюганске» начиная с января. По сравнению с прошлым годом есть значительный рост, в том числе по авариям с погибшими. Ситуацию на дорогах сегодня анализировали на профильной комиссии в администрации города. 732 дорожных происшествий зарегистрировано за минувшие 9 месяцев. По сравнению с прошлым годом рост составил почти 20%. Тяжелых аварий 45, в них 51 человек пострадал и трое погибли. С участием детей 9 ДТП. Все несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести. С участием пешеходов зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, что в аналогичном периоде прошлого года было 10. Из этих 19 ДТП 19 пешеходов получили телесные повреждения, один скончался. По вине пьяных водителей около 30 аварий, 22 с материальным ущербом, 5 с ранеными и одним погибшим. Любопытно, что значительная часть дорожно-транспортных происшествий, порядка 40%, случается в микрорайонах. Конечно, в жилой зоне, как правило, обходится без серьезных травм, тем не менее, есть повод задуматься. Все ДТП у нас, получается, с погибшими – это разные виды дорожно-транспортных происшествий. Как наезд на пешехода, наезд на препятствия и съезд с дороги. Ну да, имеется рост с погибшими у нас. При анализе ситуации выяснилось, что в городе есть два очага аварийности. Это перекресток Сургутская-Парковая и объездная Усть-Балыкская. Инспекторы считают, что там нужна дополнительная светофорная секция для тех, кто поворачивает налево. Шесть пешеходных переходов нуждаются в более ярком обозначении. В ближайшее время зебры должны оснастить знаками с желто-зеленой флюоресцентной пленкой. И, конечно, нужно работать над освещением дорог. Кстати, на некоторых проблемных участках работы уже выполнены. В частности, на жилой от Сургутской до Киевской, на улице Мира от жилой до Строителей, а также участок на Нефтяников. На текущий момент ведется следующая работа – установка работающих в автоматическом режиме специально-технических средств, имеющих фото- и видеофиксацию нарушения права дорожного движения на перекрестке улицы Мира, Нефтяников. Затем обустроится перекрестка улиц Киевска-Парковая с светофорным регулированием. В качестве образца по освещению госавтоинспекция назвала улицу Строителей, где на каждой опоре установлено по два источника света. Универсал-сервис собирается сделать такие же на Усть-Балыкской и на пешеходных переходах. То есть в рамках текущей субсидии, которую получает универсал-сервис, мы продолжаем закупку данных светильников и будем постараться равномерно, то есть приоритетные участки сами определяем и производим замену. Это позволяет не только улучшить освещенность, но и потихоньку приводить эстетический вид города. Вопрос по установке кнопочных светофоров на самых популярных пешеходных переходах перенесли на следующее заседание. А вот на Ксюше такой объект может появиться до Нового года. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Федеральная налоговая служба запустила промо-страницу, на которой мобилизованные россияне могут узнать обо всех мерах поддержки. В частности, они вправе рассчитывать на перенос сроков уплаты сборов, страховых взносов, а также сдачи отчетности и предоставление уведомлений в инспекцию. Также введен мораторий на контрольные мероприятия в отношении мобилизованных. Приостанавливается проведение проверок, соблюдение российского валютного законодательства. Сдвигаются сроки предоставления отчетов о движении средств за пределами страны. Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения. Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы, где кратко изложены тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется. Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может обратиться в Федеральную налоговую службу России с помощью специального сервиса или по телефону контакт-центра. Все подробности на федеральном ресурсе налог.gov.ru Тонкая грань между нездержанностью и преступлением. Сегодня в городской библиотеке состоялась встреча по профилактике экстремизма. В ней приняли участие школьники и студенты политехнического и индустриального колледжей. Для серьезного разговора с молодежью пригласили важного московского специалиста Андрея Худалеева. Екатерина Балакина продолжит. Экстремизм – это призыв к насильственным действиям против существующего политического, социального или религиозного строя. Однако далеко не все школьники понимают, что подобной цели можно добиться не только прямыми речами, но и используя неоднозначные высказывания. Поэтому основная цель – указать ребятам на практические проявления экстремизма и научить выражать свое мнение более аккуратно. Не все совсем понимают, что такое экстремизм. И где экстремизм – просто дурость, а где-то переходит в какую-то грань, которая вызывает, как принято говорить, некий социальный эффект, который приводит к печальным последствиям. И нам важно понять, так как круглый стол формат, что молодежь думает по этому поводу и какие есть в конкретном, отдельно взятом городе, ну, может, не факты, но тенденции. Уже давно с молодежью говорят о важности соблюдения осторожности в социальных сетях. По словам Андрея Худалеева, необдуманный комментарий под постами может повлечь не только общественное порицание, но и реальное наказание. Как административное, так и уголовное. Если посмотреть дела, которые сейчас идут, возбуждены, например, будет написано, комментарии в социальной сети, комментарии и так далее. Не сам материал. То есть кто-то более умный размещает материал, который не является экстремистским. Но он провоцирующий человека. Человек начинает писать, там комментарии как-то размещают что-то, и на этих комментариях и попадается. Владислав – представитель молодежи с активной жизненной позицией. По его словам, сейчас в связи со сложившейся политической ситуацией все чаще в социальных сетях можно найти комментарии, выражающие ненависть к определенной национальности. Однако подобные разговоры могут помочь. По мнению молодого человека, это хорошая возможность узнать больше достоверной информации об интересующей проблеме, а значит, снизить социальную напряженность. Ненависть друг к другу, хотя по идее люди одинаковые. Вот этот человек, вот этот, но вот допустим, он за это, вот мнение у него, а вот это вот другое мнение. И вот они когда сталкиваются, получается недопонимание. Чем больше таких мероприятий проводится, тем больше люди обучаются тому, что они в чем-то видно неправы, и послушают мнение тех, кто в этом уже разбирается. Беседы с местными школьниками на тему экстремизма проводятся регулярно. Не только в библиотеке, но и в школах и в учреждениях дополнительного образования. Недавно аналогичная встреча прошла в Центре национальных культур. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». 706 сотрудников разных организаций «Нефтьюганска» отмечают 90-летие со дня образования гражданской обороны. Это огнеборцы, медработники, санитарно-эпидемиологическая разведка, метеорологи, аварийно-техническая и транспортная службы. Словом, специалисты, которые отвечают за безопасность и спасение людей в чрезвычайных ситуациях. Сегодня в культурном центре «Юность» состоялось награждение юбиляров. В наши дни гражданская оборона – это мощная структура, обеспечивающая национальную безопасность и благополучие страны. Сегодня праздник людей, чья профессия – быть в ответе за жизни других. Вы защищали и будете защищать, спасали и будете спасать тысячи, десятки тысяч жизней. За это, наверное, нет ни одного человека в нашей стране, кто не был бы вам благодарен. Все вас знают, все вас уважают и все хотят быть на вас похожими. Сотрудники структуры гражданской обороны трудятся на благо Родины. Именно благодаря им наша страна находится под надежной защитой. Такой труд не может быть не отмечен. Быстро реагируем, пытаемся прийти на помощь, успокоить людей, в кратчайшие сроки направить технику, чтобы все пожары и все было ликвидировано в самое кратчайшее время. Это ответственность в любом случае. Мы пытаемся держать себя в руках, не поддаваться эмоциям. Поэтому, не знаю, это как-то в крови, что ли, у нас. Благодарственные письма главы города за высокие результаты по службе и вклад в укрепление гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций вручили 14 сотрудникам различных организаций и служб. Также были подведены итоги окружного смотра конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты населения. В числе победителей – учебно-консультационный пункт на базе городской библиотеки, нефтьюганский филиал «РН-сервис», нефтьюганские электрические сети и компания «Юганск-Нефтигаз». В детстве, когда-то еще загорелся этой профессией, увидел, так сказать, большую красную машину, очень меня впечатлило и захотел попасть в ряды сотрудников МЧС России. Безусловно, приятно, наверное, помогать людям, оказывать людям какую-то помощь, спасать в чрезвычайных ситуациях. Потому что, ну, кто, если не мы? Сегодня в центре внимания находятся те, кто выполняет служебные обязанности качественно, добросовестно, а самое главное – оперативно. Компетентность сотрудников была отмечена нагрудными знаками МЧС России. За заслуги – лучший работник пожарной охраны и отличный пожарный. Безопасность нашего города гарантируют службы гражданской обороны «Нефтьюганска». Поздравляем этих смелых и отважных людей, готовых в любую минуту прийти на помощь. Мария Пейль, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом программа завершена. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго, хороших выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!